Девушки отдыхают В ЧП в Нижегородском районе на улице Усилова лифт рухнул с шестого этажа. В кабине находилось три человека. Кто виноват и сколько еще опасных лифтов в Нижнем Новгороде? Жара отступает. В регион придут похолодания и дожди. Проехал на Красный и попал в больницу. На улице Ларина мотоциклист на полном ходу влетел в легковушку. Автомобили, недвижимость и миллионы. Стали известны доходы нижегородских чиновников. Кто заработал больше всех? Свинной рай, инопланетный ребенок и 92-летний хирург. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Эфир Первого городского продолжают новости. Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях среды. И вот с чего начнем ЧП в Нижегородском районе. Лифт на улице Усилова не выдержал семью из трех человек и рухнул с шестого этажа. Одни говорят, что лопнул трос, другие о том, что подъемник давно был неисправен. Кто виноват в случившемся и сколько еще опасных лифтов в нашем городе, разбиралась наш корреспондент Анна Колпаева. Обычная многоэтажка, каких в городе множество. Жители верхних этажей по привычке вызывают лифт. Они знают, что этот подъемник спустит их вниз за считанные секунды. Но вот только не в этот раз. 14 мая, 8 часов утра. Этот вторник семья Шиловых запомнит надолго. Ведь именно в этот день они буквально заново родились в стенах родного дома. Мы когда рухнули между вторым и третьим, стало казалось, что он упадет еще дальше. То есть там потемнел свет. Не полностью свет выключился, он просто потемнел. Он не выключался. То есть сразу было понятно, он не застыл, то есть он рухнул. То есть я вот эти ощущения, я просто передать не могу. Я не могу сказать, как страшно просто падать вниз. Елена, ее муж и сын Кирилл отправились на вечернюю прогулку. Но вот так они доехали до первого этажа. Лифт старенькой многоэтажки остановился между вторым и третьим этажами. Резко и страшно. Как ты падал? Елена начала экстренно звонить во все службы. Веры в то, что они останутся живы, почти не было. Первыми приехали МЧС. Они открыли двери, убедились, что жизни ничего не угрожает и дождались полицию и ДУК. К слову, все могло быть гораздо хуже, если бы не система экстренного торможения, которую не так давно заменили в лифте. Единственное, что я знаю, поменяли на новые стопы системы, которые сработали. И он сказал, возможно, вам повезло. Что если стояли бы старые, никто не сказал, что они бы сработали. К счастью, никто не пострадал. Максимум, что испытала семья, это шок. Но этого достаточно для того, чтобы навсегда перестать ездить на подъемниках. Как рассказывают соседи, дому 37 лет, и такие происшествия происходят уже не первый раз. Лифт с момента постройки ни разу не ремонтировался, поэтому многие жители уже предпочитают ходить пешком, чтобы обезопасить свою жизнь. Кстати, такой дом в городе не единственный. Буквально в соседнем доме ситуация пусть не такая же, но очень близка. По словам местных жителей, лифт ходит буквально ходуном. В шестом подъезде первого дома у нас какие-то вот пошатывания. Вот мы тоже подали заявку. Вы подаете заявку, мы, по-видимому, не подали, мы никто и, по-видимому, не подали заявку. Лифт неделю ходил, как-то гремел. Но он так гремит периодически. Трестет, и вот он шатается. Увы, такие лифты в городе не редкость. Как рассказывают специалисты, подъемники в городе изношены на 70%. Срок их службы с запасом – 25 лет. Далее комиссии, ремонты и, в худших случаях, замена. Но, к слову, такие остановки происходят не всегда из-за ветхости конструкции. Причина этого в настоящее время выясняется, пока достоверно установлено, что это не обрыв троса. Сработало устройство торможения лифта, которое срабатывает, в общем-то, при любой внештатной ситуации. И, опять же, повторюсь, причина этого сейчас выясняется. Сейчас лифт не работает. По поводу экстренной ситуации уже собраны оценивающие комиссии, которые примут решение о дальнейшей его судьбе. Анна Колпаева, Иван Масов, служба новостей «Город». Теперь к другим темам. Жара отступает. К ночи среды в Нижегородской области ожидаются небольшие осадки. А в четверг воздух не прогреется выше 17 градусов. В ближайшие ночи столбики термометров будут колебаться от 6 до 9 градусов тепла. И такая погода продержится как минимум до воскресенья. Температура в понедельник, вторник и среду днем была не просто летней, а аномально высокая. А 8 мая погода и вовсе побила все рекорды. В целом, минувший апрель был самым сухим за 100 лет. А май аномальным из-за высоких температур воздуха. Они превышали значение на 10-12 градусов. Из-за этого на некоторых участках Волги вода прогрелась до отметки 18. Но в ближайшие несколько дней нижегородцы смогут отдохнуть от изнуряющей жары. Плюс 14, плюс 17 градусов – это максимум. Такая неустойчивая погода будет сопровождаться кратковременными дождями, при которых не исключены ливни, грозы и даже возможен град. Приближение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться увеличением верхней границы облаков. Это достаточно серьезные кучево-дождевые облака. Поэтому температура не будет достигать уже вот таких высоких значений. Эти показатели будут более близкими к климатической норме. При этом в пятницу температура воздуха может быть на 1-2 градуса ниже обычного. Зато благодаря этому вероятность возникновения пожаров заметно снизится. С наступлением тепла в квартирах города перекроют горячую воду. Ежегодные профилактические работы в этом году будут особенно насыщенными. Специалистам предстоит заменить более 100 километров сетей и обновить оборудование. В Автозаводском и Ленинском районах горячую воду начнут отключать с 23 мая. Сроки проведения работ по своему адресу можно узнать на сайте Теплоэнерго. О других новостях короткой строкой. Нижегородцы поддержали решение переноса дня города на третью субботу августа. Прежде всего это нужно, чтобы у города был свой праздник – отдельные Дня России. Теперь в городской думе готовятся к финальному обсуждению этого вопроса на заседание, которое пройдет 22 мая. К началу купального сезона в городе оборудуют 16 пляжей. На каждом из них появятся раздевалки, мусорные контейнеры и буйки. Зоны отдыха будут работать с 1 июня по 31 августа ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера. В учебных заведениях России может появиться новая необычная должность – специалист по анализу профилей школьников в социальных сетях. Эксперты считают, что это необходимо для выявления агрессивных подростков и детей с депрессией. Прежде всего это необходимо для оказания своевременной психологической помощи и избежания возможных трагедий. Тамагочи вернется на прилавки магазинов. Легендарную игрушку 90-х решили возродить в Японии. Черный-белый экран заменят цветной, а питомцы смогут ходить друг к другу в гости, жениться и размножаться. Остальной функционал остается прежним. Три кнопки на корпусе, с помощью которых хозяин сможет заботиться о питомце, чтобы тот не заскучал и не погиб. Продолжаем. В Нижний Новгород прибыл Змей Горыныч. Древнерусская ладья находится в экспедиции уже 10 дней, и это только начало пути. Впереди еще 12 тысяч километров через 10 стран Балтийского моря. Необычное судно прибыло в Нижний Новгород в рамках научно-исследовательской экспедиции по маршруту князя Рюрика. Образ Змея Горыныча выбран не случайно. Три головы символизируют трех братьев. Рюрика, Синеуса и Трувора, которые и совершили это путешествие. А началась история судна три года назад с маленькой пластилиновой фигурки. Начало с того, что я вылепил вот такого Змей Горыныча из пластилина полностью, один в один, сейчас вы на нем находитесь уже внутри. И вот этот Змей Горыныч стал тем образом, который мы решили сделать в реальности, вживую. А затем опытные кораблестроители из Карелии делились своим опытом и воплощали задумку в жизнь. Для строительства ладьи они использовали старинные технологии. Медные клепки, досочки отобраны и высушены особым методом. В Нижний Новгород на борцу судна прибыла команда из 12 человек и белоснежный пёс по кличке Варяг. Все могут ему дать лапу, он поздоровается с вами. В проекте участвуют члены Всероссийского общества инвалидов. На судне они осваивают новые занятия и постигают азы судоводства. Все на штурвале постояли минут по 15, по 20. Им всем очень понравилось. Смену уже не хотят отдавать другому. Мы научили маленько, как управлять, как навигаться, какая на реке обстановка. Члены экипажа обещают найти в далеких краях таинственный остров Русов, который до сих пор не определен учеными. По пути экипаж будет посещать музеи и изучать все крупные острова, чтобы еще больше узнать о своих героях, а затем рассказать об этом ребятам в разных городах, которые сейчас радостно забегают на ладью, чтобы примерить шлемы и почувствовать себя настоящими богатырями. Чтобы наши мальчишки, которые сейчас рвутся на набор Змея Горыныча, знали, любили свою древнюю историю, изучали пости временных лет и тоже с упоением, кто бы к нам не прибыл в нашу страну с дальнего края, могли рассказывать о наших героях, о наших подвигах, о наших приключениях, наших древних. Этой зимой участники экспедиции построят еще три ладьи по аналогии с судами 9 века. Прототипами послужат найденные в Эстонии две ладьи того времени. А по пути назад экипаж снова вернется в Нижний Новгород в сентябре 2020 года. Далее новости от наших партнеров. И вот о чем пойдет речь во второй части выпуска. Проехал на Красный и попал в больницу. На улице Ларина мотоциклист на полном ходу влетел в легковушку. Автомобили, недвижимость и миллионы. Стали известны доходы нижегородских чиновников. Кто заработал больше всех? Свиной рай, инопланетный ребенок и 92-летний хирург. Чем еще сегодня делились интернет-пользователи? Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Два трупа за сутки. На железнодорожных путях сбили двух мужчин. Один пострадавший получил смертельное ранение вечером во вторник, а ранним утром в среду еще один человек попал под колеса поезда. Далее расскажем о других происшествиях в регионе. Чуть не попали под колеса. У Чкаловской лестницы дети перебегали дорогу в неположенном месте. В итоге женщина-водитель еле успела затормозить. Ее реакция на непослушных пешеходов была очень бурной. Проехал на запрещающий знак, оказался в больнице. Авария на улице Ларина. Мужчина на мотоцикле врезался в ладу из-за того, что двигался на красный свет. В итоге водитель двухколесного перелетел через легковушку и оказался на асфальте. Пострадавшего доставили в больницу имени Симашко, где ему поставили диагноз – компрессионный перелом позвоночника. Автомобилист не пострадал, но находился в шоке. Утренний пожар на улице Октябрьской революции. В доме 51 загорелась квартира. Из окна помещения, где находился очаг возгорания, валил черный густой дым. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать людей. Пострадала одна женщина. Очевидцы рассказали, что ее унесли на носилках. По предварительной информации, она надышалась дымом. Свидетели утверждают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Хищение люка в Арзамасе. Под покровом ночи двое мужчин забрали уличный люк. Они приехали на автомобиле к нужному месту. Вышли из машины и украли его. Но они не знали, что неподалеку есть камера видеонаблюдения, которая запечатлела марку и номер авто. И теперь найти похитителей не составит труда. Нижегородцы оштрафованы на 88 тысяч рублей за разведение костров в майские праздники. В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная опасность возникновения лесных пожаров. С начала весны на территории области уже произошло около 800 пожаров сухой растительностью. Сейчас наказание зажигания костров вблизи водоемов, в лесах и других непредназначенных для этого местах от 2 до 4 тысяч рублей. О других финансовых новостях далее. Правительство расширило список профессий, по которым положена надбавка к пенсии. В этот перечень вошли еще 11 сельских профессий. Среди них кочегар, рабочий, который подает твердое топливо, газосварщик, токарь, инженер машино-тракторного парка и другие. Денежную надбавку в 25% можно получить при рабочем стаже в 30 лет в сельском хозяйстве. По итогам первого квартала этого года в Нижегородской области насчитывается более 12 тысяч потенциальных банкротов. В этот список попали граждане, чей долг превышает 500 тысяч рублей, а просрочка платежа составляет более 90 дней хотя бы по одному кредиту. Единственный сохранившийся первый автомобиль марки Porsche выставили на торги. Модель 1939 года была изготовлена для гонок между Берлином и Римом. Но из-за начавшейся войны состязания не состоялись. Детали кузова из авиационного алюминия, мощность двигателя 32 лошадиные силы. Приобрести уникальный спортивный автомобиль, который стоял у истоков автобренда, коллекционеры могут за 20 миллионов долларов. На путешествия в майские праздники россияне потратили более полутора миллиардов рублей. При этом большая часть приходится на покупку авиабилетов – около миллиарда рублей. 600 миллионов на железнодорожные билеты и еще 22 миллиона на междугородние автобусы. При исследованиях учитывались данные только с четверти онлайн-касс. А это значит, что общая сумма может оказаться еще в несколько раз больше. По данным Центробанка, курс американской валюты на четверг 64 рубля 84 копейки. Европейская – 72 рубля 68 копеек. Цена за баррель нефти марки «Брент» – 70 долларов 71 цент. Продолжаем. Сколько зарабатывают чиновники? Заместители губернатора Нижегородской области приоткрыли завесу тайны, связанную со своими доходами. В их собственности – мерседесы, земельные участки и дома. Самым обеспеченным чиновником стал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин. Его доход – 14 миллионов рублей. Но такую сумму удалось заработать не только благодаря почетной должности. У Евгения Борисовича есть вклады в банках, ценные бумаги, а еще доли в различных коммерческих организациях. Он владеет несколькими земельными участками – домом, квартирой и мотолодкой. Супруга вице-губернатора заработала более 9 миллионов. У нее есть мерседес, дом, квартира и земельный участок. Андрей Харин получил больше 10 миллионов. В собственности – жилой дом и земля. Автомобиль БМВ, полдома и земельный участок у его жены. Александр Югов заработал 1 миллион 336 тысяч 82 рубля. Из имущества – 1 третья часть квартиры площадью больше 80 квадратных метров. Дмитрий Краснов за 2018 год получил доход свыше 5 миллионов рублей. При этом в его собственности находятся мотоцикл Ямаха, моторная лодка, автомобиль Toyota Land Cruiser 100, машина Mitsubishi Pajero, крузовик УАЗ и прицеп. А еще несколько земельных участков и квартира. Такие суммы и имущества указали чиновники в отчетах за 2018 год. Почему свиньи живут на Багамах, когда в мир придет сверхразум и что значит доброе утро у лесных жителей? Чем еще делились пользователи, расскажем в рубрике «Социальные сети». Каприза природы в области продолжает удивлять. Пока в нынешнем плавился асфальт от жары, а люди прячутся от духоты, наоборот прошел настоящий град. Нижегородцы, увидев это, удивились, ведь разделяют города лишь Волга и канатная дорога. Надеемся, что все успели насладиться солнцем и готовы к совсем не грибным дождям. Утро в Арзамасском лесу. Любимая всеми пользователями белка опять вышла к людям. На этот раз рыжий зверь покопалась в листве, махнула хвостом и пожелала всем хорошего дня. Вы верите в инопланетян? А сверхразум? Инопланетный ребенок потерпел крушение на Земле, но как бы ни думали люди, добра от него ждать не придется. Супергеройский хоррор от создателя «Страж Галактики» смотрите 23 мая во всех кинотеатрах страны. Алла Левушкина старейший практикующий хирург в мире. Ей 92 года, а стаж работы уже 70 лет. Несмотря на почетный возраст, каждое утро она принимает пациентов в поликлинике, а потом проводит по 4 операции в больнице. Она берется за тех, от кого отказались другие врачи, но ноги Аллу все же подводят, оперируют, сидя на стульчике. Несмотря на сложности, она до сих пор спасает множество жизней. Лайк с каждого, кто хочет жить так же, как эти хрюшки. Да-да, эти поросята живут на Багамских островах. Как они там оказались, никто не знает, но от теплого климата и фруктов они стали более дружелюбные и счастливые. Кстати, они совсем не боятся людей и с радостью встречают туристов на своей территории. Еще бы, ведь у них всегда есть с собой вкусняшки. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе «Первогородского». На бессмертный полк ходили, хорошо сходили с дедом со своим. Я в Нижний Новгород приехал жить, работать. Я меняю место работы. С 16-го числа я на новом месте. Учеба. Учеба в двух местах. Ну и прекрасная погода, прекрасное лето. Скоро-скоро уже будет и настроение замечательное просто. На майских праздниках я съездила кататься на майдарках по реке Кержениц. Это было прекрасно, замечательно. И в конце выпуска о погоде. И сегодня с прогнозом погоды вас познакомит выпускница школы телеведущих Наталья Козлова. Здравствуйте. В четверг днем 16-го мая в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность, возможен дождь. Относительная влажность 45-66%. Атмосферное давление в пределах нормы 753-755 мм ртутного столба. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Ощущать будем как плюс 15. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду с порывами 13 метров в секунду. Ночью в Нижнем Новгороде переменная облачность без осадков. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Ветер северный с порывами до 11 метров в секунду. Это был прогноз погоды на четверг, 16 мая. Всего вам доброго. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.